В воинских частях регионального командования ЮГ продолжается в строй молодых солдат осеннего призыва. С первых дней после прибытия новобранцы активно приступили к изучению военных предметов. Подошло время и практических занятий. У команды молодого пополнения разведывательного подразделения регионального командования ЮГ состоялся первый полевой выход. На полигоне новобранцы получили боевое крещение, пройдя серьезные испытания на выдержку смелости и решительность. Первое занятие в полевых условиях – это самый волнующий и, наверное, самый долгожданный момент у молодых воинов. На полигоне они впервые взяли в руки автоматы не для того, чтобы собирать и разбирать их, а чтобы впервые стрелять и выполнять элементы ведения боя. Но более серьезные испытания ожидало молодых воинов на другом участке полигона. Им предстояло выйти один на один с грозной бронированной машиной. Условная вводная ситуация такова – подразделение выполняет учебно-боевые задачи в поле и навстречу движется колонна техники. Что делать? Естественно, предпринять все необходимые меры для того, чтобы нарушить движение противника. Что для этого надо сделать? Максимально прижаться к земле или занять место в окопе. И после того, как танк МТЛБ или БМП пройдет над головой, поразить технику гранатой. Обкатка танками непременно присутствует в процессе подготовки молодых бойцов. Не обязательно, чтобы это был именно танк. Вполне подойдет и моторизованный тягач, легкий бронированный. Служба в разведке наполнена интенсивной и насыщенной боевой подготовкой. И послаблений здесь нет даже для новичков. Вышел на полигон – выкладываешься по полной. Обкатка военной техникой закаляет характер солдата, вырабатывает психологическую устойчивость. Конечно, эмоции у нас очень зашкаливают, потому что мы впервые увидели дым рядом, прям ползали под колючей проволокой, выстрелы автоматов, взрыв гранат. Очень все было волнительно и мы очень сильно переживали. Но эти моменты показывают нам преодолевать свой страх и показывают, что мы можем большего. Молодые солдаты успешно преодолели свой первый барьер. Большую роль в этом сыграла поддержка командира роты, который ни на шаг не отходил от своих подчиненных, обеспечивая безопасность, подбадривая и контролируя их действия. Для нас очень было важно, чтобы они освоили все эти элементы стрельбы, обкатки с танком, прохождение минных полей, заграждения. Я уверен, что, преодолев это испытание, высшие на голову выросли. Впереди у военнослужащих срочной службы целый год боевой подготовки. Но свой первый полевой выход они запомнят навсегда. Сегодня они впервые испытали себя на прочность, и полученные навыки станут базовыми для дальнейшего наращивания опыта военной службы. Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко.